Гамбаре Абдуловне Богдановой почти 90 лет. С ее слов газеты и журналы они с мужем выписывали всегда. Сейчас решила сделать очередную уборку. Вот и собрала накопившуюся макулатуру. Ведь и раньше никогда такой материал не выкидывали, говорит пожилая женщина. Чтобы сдать макулатуру, она обратилась в специальную организацию. Груз в объеме более 40 килограммов у пенсионерки забрали прямо из дома. Это очень удобно, признается она. Очень даже удобно. Позвонила я два раза, правда. Звонила, приехали. У меня готово все фасовано в мешках. И очень удобно увезли. Я очень рада. Причем за такой товар некоторые организации еще и заплатят. Деньги, конечно, небольшие. Но каждый сделает доброе дело. Использование в производстве вторичного сырья позволяет беречь природные ресурсы. К примеру, бумага может перерабатываться несколько раз. А значит, сохраним деревья. Проблема в том, что не все люди готовы сдавать макулатуру. Да и использованные пластиковые бутылки, полиэтилен многие просто выкидывают вместе с остальными твердыми бытовыми отходами. В то время как пластиковые материалы в природе разлакаются сотни лет, говорит директор одного из предприятий по сбору вторсырья Владимир Калугин. Мы принимаем направление, получается, у нас идет картон, архивная документация, то есть макулатура в любом виде. Также идет полиэтилен, тоже любого качества, любого цвета, нам не важно. В принципе, идет и пэт-бутылка также, полиэтилен в ведра, тазики, канистры, использованные из-под масел, других каких-то элементов. Ну, я думаю, что здесь нет такого, что 4-5 класс, все вторсырье, оно идет непосредственно, мы все принимаем. Вредные воздействия на окружающую среду оказывают и отработавшие люминесцентные лампы. Внутри этих энергосберегающих светильников содержится ртуть, поэтому с общим мусором выбрасывать их нельзя. Для утилизации ртуть, содержащих ламп, батарик, почти в каждом реле имеются пункты сбора. Это специальные контейнеры оранжевого цвета. В микрорайоне Восточный их 12. Правда, население не очень активно пользуется ими, отмечает директор управляющей компании Марина Панькина. На территории микрорайоне Восточного, расположенной в настоящий момент, находятся 12 контейнеров, эко-боксов, скажем так называемых, для временного хранения именно малогабаритных ртуть, содержащих ламп. И располагаются еще два больших эко-бокса, которые принимают, помимо этого, еще можно утилизировать в них градусники ртуть-содержащие, лампы алюминисцентные и тоже также крупногабаритные, скажем так, лампы ртуть-содержащие. Население, к сожалению, несмотря на то, что они находятся в доступности практически возле каждого дома, к сожалению, редко используют эти эко-боксы. Необходимо, конечно, чтобы более активно принимали участие в этом. О степени опасности ртуть-содержащих светильников, вредном воздействии на природу пластиковых материалов, об экономии древесины знают все. Решение же проблемы зависит только от самого человека, от его отношения к природе. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова